Субтитры делал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok 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 Ну и... которые... которые... ну вот... в изучении Библии на занятиях в группе там ну... как-то стараются вроде бы уделить мне внимание или что они пытаются общаться А послушай, а где в группе? Вы собираетесь где-то, да? Да, занятия по изучению Евангелия проходят в среда. А это Сергей Пухков идет, да? Да, да. Ну, я сейчас очень редко стала посещать тоже. А кто там, кто тебе там сейчас советует? Ну, Сергей Игнатов, Наташа Усатая, они тоже там. Да и в беседе тоже. Посмотрели ролик наш с тобой, начинают там рассказывать, что Марина, Библия, это же так хорошо, ее надо читать, учить. Да я же понимаю, я же не говорила, что я ее не читаю и не учу. Для меня она свята, ну, это какие-то мои там чувства. А уже перекрутили все слова, что-то пытаются сказать, ну, такое неприятно. Не то, что я просто от вежливости понимаю, что мне вроде бы и надо что-то ответить, а мне не хочется. Ну, не хочу ничего. Особенно с теми, которые любят раздавать советы, когда их не просят, и которые считают себя правильно живущими. Вот, да, тоже я вижу эту позицию у человека, что он считает, что он очень правильно живет. Вот, что очень важно не отходить от Игнатия Тихоновича. И я говорю, я-то, в принципе, не отхожу, но я больше к Богу стремлюсь, чем к Игнатию Тихоновичу. А кто это? Сергей говорил это, да? Да, да, наш. Ну, тоже я не хочу объяснять, я, а, присылают ролики какие-то. Я думала, что, может быть, мне этим роликом что-то хотят сказать. Я посмотрела, спросила, вы что-то хотите сказать этим роликом лично мне? Может, я просто не понимаю. Ну, в личное сообщение бросаю. А там такие проповеди, ну, серьезно. Обиделся человеком. Ну, что обижаться? Ну, не хочешь, не надо, не буду присылать. У меня вот это вот общение с людьми, я не знаю, как с ними общаться, как подходить. Я ничего плохого не хочу сказать, а меня неправильно или понимают, или что-то. Тяжело. Ну, и почитай дальше до конца, посмотри. Да. Говорю без осуждения, но с неприязью. Ну, и неприязью. Я ни в коем случае не имею в виду самого Игнатия Тихоновича. А еще у меня есть чувство, что он дал мне все необходимое. Укрепил и отправил в мир духовно возрастать и развиваться. Я уже не чувствую той близости с ним, которая была до потеряется. Все мои мысли, вся моя жизнь, все решения, все чувства и все пути ориентированы на Господа. Все лишнее мне хочется отодвинуть. Особенно общение с людьми, которые не видят, не понимают, что все пропитано Господом. Что ни у кого и ни у ничего нет никакой значимости. Что все принадлежит ему и все не спослано им. Мне кажется, что когда я продолжаю так размышлять, думать о нем, то могу лететь далеко-далеко, высоко-высоко, пребывая в вечной любви, в мире, в радости. С Господом! Ну так хорошо! Но я ведь сейчас в этом мире, на этой земле, вынуждена жить по этим правилам. И этот постоянный выбор, он приземляет. И ты не понимаешь, как идти на эти компромиссы. Я имею в виду сферы земной жизни, такие как работа, семья, социализация и все из этого вытекающее. Вот у меня вопрос. Он может быть показателем моего неправильного пути, но все же, думаю, пришло время его разрешить. Часто слышу о том, что верующий, правильный, православный христианин, кем я хочу являться, должен постоянно изучать Слово Божие, на все православные праздники ходить в храм, а еще боговествовать. Ну, как-то у меня с этим все не складывается. Конечно же, я верю в Слово Божие. Конечно, считаю его главным источником правил, по которым мы должны жить. То есть верю в то, что оно свято, каждое слово, каждая буква, каждая запятая. Я стараюсь постоянно с ним соприкасаться, на занятиях, в каждодневном чтении, в аудио, в видео. Но у меня нет тяги там все разбирать, пытаться понять, изучать. Оно как-то внутренне все получается. Я вроде бы его не знаю, но слышу. Не знаю, но вот слышу, когда кто-то цитирует, ну, то могу договорить. То есть, ну, до конца фразу. Она как-то всплывает, и я, оказывается, не знаю этот стиль. Хотя я его там сознательно не учила. В каких-то ситуациях, вроде и не знаю, как там написано, а поступила. Когда уж потом прочитаю, то поступила, смотрю, вот так, как написано. Второй вопрос – это поход в храм. По воскресеньям, по милости Божьей, с Полиной я постещаю храм. И на Пасху, на Рождество. Но в остальные дни даже вот понуждать себя хочется. Ну, вот нет желания у меня понуждать. И само нахождение в храме вызывает у меня грусть, расстройство, порой даже раздражение. И я себя останавливаю, я понимаю, что это нельзя. И постоянно тут борьба внутри с собой, с тем, что у меня это вот все появляется в храме. Нехорошие мысли, впечатления, там, посмотреть на людей, на кого-то, кто что делает. То есть я не сколько в молитве пребываю, а сколько в борьбе с собой, вот в храме. Особенно, когда Полину дергать начинают. Ну, я же так Полину тоже настраиваю, как себя в храме вести надо. Не смотри на людей, не рассматривай, на иконы смотри. То есть кто что там делает, даже не рассматривай. Там то, что кланяется, мы-то полный поклон. Ну, уже по привычке, как в Потеряевке, я Полину, чтобы она не отходила от этого. И сама же, естественно, полный поклон. Так люди так посматривают, головой, мы полный поклон. Ну, смущает, чувствуется, что оглядывается. Я говорю, блин, ни на кого не смотри, все, смотришь на иконы. Тоже там во время, когда уже, да, закрываются врата, когда перед самим причастием, ну, естественно, начинается хождение. Говорит, естественно, потому что я другого, вот у нас нет. Это, как это, как перерыв. Такой антракт. Поль, мы так это не воспринимаем, мы продолжаем стоять, потому что читается молитва. Стой, просто стой, смотри на иконы, ну, вот стараемся, ну, присесть можно, ладно. Ну, вот суеты это не делает. То есть воспринимать правильно. И вот во время служения начинают, когда меня еще ладно, я как-то понимаю, что это мое искушение. Когда Полину начинают дернуть, там, то свечку передай, начинают. А скажите, пожалуйста, где находятся мощи такого-то, а где такая-то икона? И к ней подходит, к Полине. Полина сразу на меня взгляд, вот что отвечать, что сказать. Я говорю, идет, в тот момент вообще херуимская даже пелась. Я говорю, постойте. Потом уже, конечно, я к этой женщине подошла, уже после. Я говорю, ну что, вы нашли мощь. Ну, опять же, когда ты сам за себя, когда ты с собой борешься, когда ты это все понимаешь. А мне еще Полину надо правильно настроить. А я вижу, что она уходит от Бога, что она в этот мир тянется, в это все. Это как-то непонятно, как мне действовать. Не то, что я там расстраиваюсь. Потом благовестие. Вот с благовестием тоже связано. Благовествовать, благовествовать, благовествовать. У меня даже немножко совесть, как бы, она говорит мне о том, что я молчу. Я должна людям рассказать, наверное, все-таки про Бога. Я молчу. Я отживу в своем мире. Мне с Богом так хорошо, а я никому не рассказываю. С другой стороны, я смотрю, что я-то жизнью своей, наверное, как я написала, неужели каждый должен благовествовать. Тем более, я верю в то, что вера – это дар Божий. Ну, что я могу сказать человеку, чтобы появилось, чтобы повлияло на приобретение этого дара? Слова какие я теперь не понимаю. Конечно же, я не молчу, когда чувствую необходимо сказать. Например, недавно нарвалась. Улыбай. Но меня это не огорчает, а как-то повеселило. Не зло повеселило, а просто комичные ситуации. Это на бывшей работе было. Суть. А домой можно брать только два лаваша. Вот эти хлебы. Все берут больше. Там и по три, и по пять, и по семь, а я только два. Ну, я понимаю, почему я так делаю. Можно два, значит два. Сначала мне настойчиво предлагали взять больше. Потом потрунивать начинали, когда там спрашивают. «Тебе сегодня сколько там?» А второй другому отвечает. «Ой, с ней все понятно, ей только два». А это что, поддержка, какая помощь, или что? Ну, это как хозяин. Ну, мы же там всю ночь печем эти лаваши. А, понял. Ну, это на пекарне я работаю. И когда уходишь домой, то ты можешь взять там два лаваша. Ну, то есть он решает каждому работнику. Ну, свеженькие же хочется, что-то дома. Беру, так говорю, и по пять, и по семь. Ну, я два. Ну, можно два, значит два. Я вот это понимаю, что я... Тем более я позиционируюсь, как я православный человек, верующий. Там, когда просят этикетки переклеивать с датами, я конкретно говорю, что я верующий человек, я этого делать не буду. Ну, как бы это все не агрессивно, ничего так. Ну, просто все знают. Вот. Сначала мне настойчиво предлагали взять больше, потом потрунивали, но я категорично два. При этом никого не осуждая. Ну, может, мысленно, в чем каюсь. Ничего не говорила, это точно. Молчала. Но все равно брала два. В конце концов, не выдержали. Они спросили, почему ты два берешь? Кого ты боишься? Ну, думаю, там, что кто-то увидел. Я говорю, Бога. Дальше ступор. Молчание. Все. Все порасходились домой. В следующий раз опять. Пытались с другой стороны подойти. Ну, почему ты не берешь, как все? Я ответила, ну, уже не видела, надо что-то отвечать. Сказала, так как думаю, что вор царства Божия не наследует. Я дальше молчала о себе, думаю, ну, чего было спрашивать. Я же никого не трогала, ничего не говорила. Берите хоть по 15. Каждый делает свой выбор. На этом все закончилось. А мне до сих пор как-то радостно от того, что мы можем даже поведением своим поступками обличать, ничего не говоря. А еще работа меня приводит в сомнение. Я сейчас усердно начала рисовать для микростоков. Это сайты такие, на которых картинки. Там всякие картинки рисуешь, сбрасываешь, и производители там либо товара какого-то, либо ткань, текстиль, реклама, сайты разные, интернет используют эти картиночки. Дохода пока нет, потому что у меня еще там портфолио особо маленькое. Ну, я просто очень много этому времени сейчас посещать начала. И тоже думаю, правильно, неправильно, все-таки это зависимость. Вот. Вообще вся эта необходимость, заработка не ассоциируется у меня с дорогой к Богу. И многое, что необходимо делать для земной жизни, вызывает у меня огромный вопрос. Зачем? Я к Богу хочу, я уже выбрала. Что я еще должна сделать? Господи, я тебя выбираю, я хочу быть с тобой. Дорогой Сергей, благодарю вас за то, что уделили время на письмо, тут я благодарю. Ну и, собственно говоря, если есть возможность, как-то меня, может быть, я в чем-то ошибаюсь, неправильно рассуждаю, править. Ну, я совета не буду отдавать, я тебе просто предложу, давай разберемся. И опять же, как мы можем разобраться только по словам. Если мы слово поставим, слово Господа, ну, приоритетом сделаем, от него отталкиваться. Вот опять же, ну, начнем с последнего, вот, по работе, да? По работе. Все. В этом и заключается своя проповедь, конечно. То, что там ты можешь проповедовать. А то, что выдавливать из себя, это тоже не нужно. От избытка сердца написано, говорят, уста. Кто будет говорить, если ему не дано? Огонь. Помнишь, как Господь говорит? И как я хочу, чтобы этот огонь бы сгорелся. Христианин ходит, он горит в веру своей. Вот. И, конечно же, ему хочется поделиться этим огнем. Нет такого, ничего не говори, молчи. Мне хочется сказать, мне всегда, мне каждому хочется сказать. Я прям вот, ну, я вижу, что это все в пустую, что это бесполезно. Только я, человек не то, что не поймет, а даже никто не хочет слушать. А наоборот, у виска крутят, и... Об этом не надо думать. Ты, как написано, говори себе и Богу. То есть, понимаешь, ты не то, что там донести ему хочешь, ты этим самым Бога прославляешь. Себе самом, ты, говоря о нем, ты уже его прославляешь. Славу ему воздаешь. Он за это любит тебя, он за это тебе грехи прощает. Понимаешь, то есть, ты соединяешься с Господом, когда говоришь о нем. А что ты зачем смотреть на реакции людей? Допускай. И даже если видно человеку, что он не принимает, как бы, да, ну, или отвергает даже, или смеется, все равно у него на подкорке, там, на его, там, записывается информация. Понимаешь, рано или поздно она всплывет, и человек вспомнит о ней. Говори с ним о том, что ему интересно. Но, опять же, в рамках Писания, допустим, если его углубляется в сквернословие какое-то, или мерзость какую-то, или, там, насмешки, да, ты говори, допустим, а, ты извини, я не могу это слушать, мне неприятно, и отходи от него, да. Это тоже будет, как бы, проповедью твоей. Я поэтому уволилась. Там такие маты были. Я говорила, что я из, это одна из причин важная, по которой я ухожу, и я не могу это слушать. Не могу это видеть, эти сигареты постоянно, на пекарне стоит тесто делать за этой сигаретой. Ну, подожди, ну, сигареты, а как мы же живем в мире, ты же из мира никуда не денешься. Ладно бы, и ты куда-то уехала в глухую деревню и жила бы там сама себе, да. Ну, ты живешь-то в миру, а мир он из этого и соткан, из сигарет, мата и всякого блуда подобного. Поэтому уходить, конечно, нельзя было. Чего, зачем тебе уходить? Мне так неприятно, я не могу повлиять ничего. Ну, я сказала, а кто я такая? Да это, это все по гордости, если получается. Мы понимаем, что мы себя там возвышаем, как-то перед Богом стараемся возвысить, а Бог на нас смотрит точно так же, как на этих мутершинников и курильщиков. Мы перед ним одно и то же, что курильщик, то и ты. Абсолютно. У него просто планы, допустим, разные на этих людей. На этого он видит, что этот спасается, он радуется, да, а тот еще не познал спасения, пути спасения, он о том печалится. Ну, Бог, конечно, печалится, можно так сказать. Вот он ждет, его спаси. Но забота-то его проявляется одинаково. Вот, а ты такая, такая уже раз, да и он там, я такая, а ты такой, вот, понимаешь. Тут вот как раз не надо себя выше. Наоборот, как-то, если они должны ниже себя ставить. В этом, во всем, во вся наша жизнь должна являться проповедью. А проповедью для кого? Для мира. Вы свет миру написан. Не может город укрыться на вершине горы. Да светит свет ваш перед людьми. Если мы будем убегать от людей, какой мы свет-то им покажем. Потому что мы к этому призваны. Это призвание наше. А что мы стоим тогда, если мы спрячемся и будем себе только желать спасения? Вот, это же бедные люди, они тоже погибают. Ты получила от Господа такую драгоценность. Ну, и делиться, опять же, в виде рамки есть обреденные. Не бросайте жемчугу перед свиньями. И святыне своим псам не давайте, да? У тебя есть вот это. Да и она у меня есть. Она сейчас у современных людей, у большинства. Ну, гордость, понимаешь? Ну, и получила вот нечто такое особенное, и все. И уже гордишься над тем, что имеешь. Везде, вот там, в этих храмах тоже, для проповеди, я думаю, выходной, то в воскресенье можно один раз прийти. Но в воскресенье, да, а остальные праздники? Да, это не обязательно все. В воскресенье прийти, опять же, идти зачем для проповеди? Сегодня, видишь, мир он нуждается вот в этом примере. Они же ходят, люди, они же... Им не откуда взять этот пример, даже посмотреть. Нет, не во всем. Полиня так рассказывает, ты кланяйся, говорю, а другой человек посмотрит, вот, он может даже ничего не сказать, а он тоже сделает такой же поклон. Говорит, ты же пример какой для... Конечно, а и дальше интерес появится. У тебя знаний больше, ты сможешь научить человека, просветить его. Вот. Поэтому мы во всем должны быть светом миру. Ты же, отче нашу молитву проешь, да, светится имя твое, да. В чем светится? Это перед людьми, опять же, перед миром свет от нас этот исходит. Ты просишь, чтобы светилось имя, а сама прячешься от этого света. Накрываешься, спрятаться хочешь. Так не годится тоже. Ты вот это вот оставь тоже, отделяться от мира это не надо. Отделяться можно при условии, если ты где-то в пустыне ушла, в лес, куда-нибудь живешь. Вот. А коль среди мир, то и святей ему. От этого мне это тягивает, это разбирать, изучать. Мне кажется, что это уже нехорошо как-то. Ты имеешь в виду собрание, ты видишь, у тебя просто испух, у тебя это, ну, это не духовное, это душевное. Люди вот эти вот просто напрягают тебя, и ты это все распространяешь на видение Писаний. Не все так искренне. Все так искренне. А Евангелие-то совсем другое. Евангелие-то... Это личное, понимаешь. Это отдельная связь с Богом. Благая весть. Ну, представь, ну, как этого отвергаться. Я же часто привожу, например, человек сидит в тюрьме, он уже много лет тоскует по встрече с ближними, там, с родными. Вот эта увесточка письмо приходит от близких. Да он будет читать это письмо, зачитывать по нескольку раз в день будет. А это от Бога, понимаешь. Это Бог написал тебе письмо. Ты представишь, это Бог написал тебе письмо, а ты не хочешь его читать. Просто надо осознать это. Я у Господа прошу писать. Ну, вот проси, Господь это даст обязательно. Если будешь, конечно, ну, как ты просишь, а сама и не хочешь. То есть сначала желание иметь, а потом просить. Ты просишь, а не знаешь, хочешь ты... Желания нету, да. У нас от Бога-то осталось вот то, что... Слово его, то, что мы имеем на земле. А ты представь, придут же такие времена, когда... Я не знаю, при каких условиях, но... Кто будет изменить слово, кто что говорит. Но слово будет забрано от людей, понимаешь. И вот такие, как ты, и другие люди будут искать его, понимаешь. Они будут, а там были, а там были, хотя бы что-то вот 30 лет, 40, 50 лет назад. Ведь времена такие были. Евангелие невозможно было достать. Мы сейчас живем, жаруем такие времена, что, пожалуй, все, что хочешь. А это же люди ценили, и там найдут обрывок из книги. И его, я не знаю, холили или леяли, под сердцем держали. Ну, ценить это нужно, это большая ценность, которая у нас есть. Понимаю, как мне быть. Не могу ее заставить Господа полюбить. Не надо, человек, как ты заставишь? Ну, вот я что понимаю, что это не важно. Своим только личным примером ты привлечешь ее и все. Она и только глядя на тебя, если своим поведением... О, мама моя, ты должна авторитетом для нее стать. О, а мама моя так делает. А мама моя то. Все для меня и делает. Она только для меня это все и делает, и я же это вижу. Для меня постится, для меня молитвы читает, для меня в храм ходит. Все для меня она делает. Ты, знаешь, сейчас особенно подростковый возраст такой впереди. Не грузи ее ничем. Делает тоже хорошо, понимаешь. Другие поймать не могут, убегают и из дома, и назло все делают. Радуйся тому, что есть. И не надо ее ничем. А придет время, и он сейчас ролик выставил с парнем один. Он сам, понимаешь, 14 лет, 14 лет сам начал искать. Вот появилась жажда, непонятно откуда. И все, и вот сейчас ролик я поставил послушающего. Ему сейчас 16 лет, 2 года он в вере. И такой прям жаркий такой, знаешь. Я говорю, откуда ты взял сейчас молодежь-то все одни безбожники? Ты откуда? Бог делает все, что понимаешь. А о чем мы сами? Мы сами ничего не можем. Мне еще очень понравилась Светлана, да, по-моему, из Италии или откуда она. Как она? Не знаю, это про детство, как она рассказывала. У меня так было. Еще такая она искренняя, такая прям вот, ну не знаю. Такая вроде родная-родная. Хочешь, я тебе дам скайп ее, свяжетесь, как-нибудь поговорите. Сейчас в общении я как-то, знаешь, мне как-то с людьми не складывается. Я сам человек такой, я говорить не люблю, я целый день вот лежу, молчу, как этот, как сундук. Из меня слова не вытащишь, понимаешь? Я по жизни такой, у меня и отец такой, и дед был такой. Ты меня не заставишь ни за что говорить. А если что, Бога касается, все, у меня отец так не умолкает. Если о Боге, я готов целые сутки говорить. Я так и говорю людям, которые хотят с ним общаться. Я говорю, я очень плохой, ну, неподходящий собеседник. Я говорю, у меня на все, на все ответы, на все, мне все Бог. Говорю, со мной пообщаться о том, что, куда пойти, что делать. Я говорю, у меня на все ответы Бог. Поэтому я неинтересный собеседник. Тему так, к теме подойти так, что любую тему, причем, можно подвести к Богу. Там любую, даже самую мирскую, ее как-то, ну, это, опять же, талант. К этому нужно, наверное, просить надо у Бога. А у меня вот какой-то, я вот не знаю, я понимаю, что я себя останавливаю, а по какой причине я останавливаю? Мне кажется, из-за того, чтобы не травмировать людей, потому что они, ну, вот я вот если смотрю по своей сестре, я понимаю, почему я ей. Я могу так вот ей слово какое-то сказать. Она начинает отворачиваться, все, я замолкаю. Потом в другой раз еще, раз какое-нибудь слово, опять на эту тему, замолкаю. Также, наверное, я, почему я так делаю? Получается, Бога стесняюсь. Нет, к каждому свой подход и своя техника. Главное не угошать. Наверное, так и написано, что Духа не угошайте. Огня вот этого, который в тебе горит, не надо. Мы иногда, бывает так, что он возгорается. Дух Святой желает говорить, а мы не даем ему. Вот это вот нехорошо. А к каждому, конечно, свой подход нужен. Ну, так, если уже видно, человек отворачивается и уходит, то... Все уходят, с кем я и не пытаюсь проговорить. Ну, все, не все, на сто один, может, найдется. Может, мало просто говоришь. Как же ты, Дух, хочешь, чтобы каждый прям второй тебя слушал? Мир настолько большой, 7 миллиардов живет, представляешь? И не христиан, ты горстка небольшая. Мне хочется сказать, глаза откройте. О чем вообще? О чем речь? О чем вы говорите? Не о том мы разговариваем. Не интересно разговаривать то, о чем вы со мной разговариваете. Мне вот так хочется сказать. Я молчу. Проще вообще не говорить. Людей обижаю. Я еще резко в своих высказываниях, потому что я категорично не могу так вот... Мягко. Ну, как мягко? И себя тоже... Маску не надо на себя надевать. Там мягкости какой-то. Какая есть, такая... Какой и говори. А что там? Это же лицемерие называется. Поэтому я молчу. Мне проще молчать. Господь говорит, научитесь от меня. Ибо я кроток и смирен сердцем. Главное что? Ну, грехи в такие не входить там. В гнев какой-то или... Раздражение. Раздражение и прочее. Бывает гнев праведный. Я... Оно... Вылазит ниоткуда вам. Ниоткуда вылазит этот гнев. Я потом уже и платью. Ну, почему я не сдержалась? А чаще всего на кого? На Полину. А потом ее так жалуют. Че тут? Я понимаю прекрасно. Ну, бороться надо. Тяжело, конечно. По большей степени даже невозможно, можно сказать. Не контролируешь себя. Все равно надо. Божьей помощи будем бороться.